Дорогие друзья, всем привет. Место встречи изменить нельзя. Вам, конечно, уже, наверное, приелся этот интернет. Интернет. Интерьер. Интерьер. Но главное не интерьер. Я верю, когда вы включаете смотреть видео, я понимаю, все эти аранжировочки, красивенько все чудесненько сделать, все так тон, звучок такой, бэкграунд и так далее. Все это чудесно. Никто не против этого, но не даровал Господь способности Дмитрию заниматься этим делом. И кому надо это делать, пусть делают. В этом случае я верю, когда вы выходите на канал, вы не в основном заинтересованы у кого, где какой красивый интерьер. Вот. Хотя, по милости Божией, и это поменяем, и над этим будем работать. Но главное, та смысловая нагрузка и те благословения, я верю, которые также Господь высвобождает на этом канале через слово, я думаю, более важнее для вас, чем видеть постоянно меняющийся интерьер. Но молитесь, Господь способен творить чудеса, способен давать дары. И будем учиться в разных сферах, разным образом. Хочу осветить и предоставить вашему вниманию один дух. Бог очень влиятельный, иногда даже скрытно влиятельный, который влияет на разумы и на способности мышления не только неверующих, но и верующих также. Опасный дух. И с этим духом нам нужно бороться. Ну что это, Дмитрий, что это за дух? Дух Греции. В греческом зале, в греческом зале, в греческом зале. Дух Греции. Хочу рассмотреть четко, коротко и ясно. Этот дух, его функции, как он действует, работает, на каком основании он действует. Чтобы мы могли в этой сфере также побеждать. И я думаю, поражать этот дух, где бы мы его не видели. Поэтому по порядку, друзья. Я когда изучаю всегда тему, есть определенные переживания на эту тему. Но для меня основное не выдать вам переживания, которые я имею, потому что они субъективны. Но высвободить объективное Слово Божие, которое пребывает вовек. И которое дает абсолютное ведение и уверенность того, что нам нужно. Переживания, они дополняют Слово. Не Слово дополняет переживания, а переживания всего лишь дополняют Слово. Поэтому мы любим переживания, тоже не против. Но посмотрим на Слово. Даниил, пророк Даниил, 7 глава, в 6 стихе. 6 стиха. Написано, что в ночном видении Даниил видел 4 ветра небесных. Они боролись на море великом. Что это за великое море? За эти великие воды моря? Конечно, это не физические моря и океаны, над которыми боролись ветры. А это нации, языки, племена. А что это за ветры? Это 4 физических ветра? Северный, восточный, западный, южный. Нет. Это 4 духа. 4 духа. Представляющих 4 царства. Представляющих 4 силы. Потому что ветер и дух, одно слово, руах. И как результат борений, состязаний этих больших, этих 4 ветров, 4 больших зверя. Не похожие один на другого появляются. 4 различных царства. Почему звери? Терион. Почему звери? Потому что натура, натура звериная у этих царств. Животная натура. Звери, животные, руководствуются инстинктами. Это те царства, которые руководствуются инстинктами, животными. И одно из этих царств, это греческое царство. Описанное, как барс. На спине 4 птичьих крыла. И 4 головы было у зверя. И власть дана была ему. Итак, царство Греции. Дана была власть. Имеет власть. А если имеет власть, значит имеет влияние. Мы не говорим сейчас о государстве Греции. Которое входит в состав объединения европейского. Мы не говорим об этом. Мы говорим о духовном греческом царстве. 4 ветра. Мы уже говорили. И также это животное имеет 4 головы. И 4 крыла. 4 – это число влияния в земных условиях. Это число влияния или действия в творении. Вот почему мы имеем 4 стороны света, 4 края, 4 угла земли, 4 ветра и так далее и тому подобное. Греческое царство, 3 – это число превосходства и притом божественного единства и превосходства. Одно из значений. Значений 3 много, но одно из основных – это божественное единство и превосходство. 4 головы. Голова – главенство. Править. 4 правящие силы. Мы знаем, что было 4 генерала у Александра Македонского. А где голова, там и мысли. Барс – это очень интересное животное. Это хищник. Это хищническое царство. Это хищнический дух. Барс или леопард, они похожи. Они охотятся скрытно. Это скрытные животные. Их тяжело увидеть. Они способны сливаться с окружающей средой. Они терпеливы и могут довольно долго выжидать свою жертву. Но после того, как жертва появилась на горизонте, и она выбрана, барс и леопард очень стремительно. И силенно. Конечно, у него нет такой силы, как у льва, но его сила в молниеносности и быстроте. И так же крылья связаны с небесным, связаны с воздухом, связаны с перелетами, связаны с атмосферой. То есть, с скоростным, быстрым распространением. Потому что птицы летят намного быстрее, чем животные бегают по земле. В книге Даниила, так же, 2 глава, 32 стих, описывается это царство. И это царство, царство медное. Медь символизирует суд. Это дух, дух Греции, который стоит за этим царством, который способен высвобождать суд. Поэтому эти 4 ветра, которые боролись, это 4 духа. 4 духа, олицетворяющие и одухотворяющие и усиливающие систему 4 царств. Медными в этом царстве были чрево и бедра. Что такое чрево? Это средоточие. Место сосредоточения силы. Это источник из чрева, потекут реки воды живой. В чреве, так же, утроба. Это способность зачинать и способность рожать, воспроизводить. И бедра, так же говорят о силе. Потому что бедренная кость очень сильная. Вот почему именно эта кость была надломлена, когда Иаков боролся с ангелом Божьим. И это связано с силой. Но бедра, это так же репродуктивные сексуальные органы. Это говорит о силе этого царства и, соответственно, духа Греции воспроизводить себя, распространять себя через определенное семя. И семя это слово. И слово, попадающее в разум, становится мыслью. В Новом Завете апостол Петр говорит, припоясавши чресло ума. Он говорит, что у ума есть чресло. То есть ум, разум, интеллект, имеет такие же способности, какие имеют чресло. Высвобождать семя, распространяться, наполнять, воспроизводить, плодиться и размножаться. Вот здесь, приходится сюда, приходится удар, основной удар этого духа Греции. И что мы увидим в Греции, и знаем о Греции, что этот дух делал в этом царстве определенные вещи и распространяется на воды в нации, языки и племена. Что это? Это возвеличивание и превозношение человека во всех его формах и проявлениях. Это культ человека. Это культ человеческой личности. Мы посмотрим позже. Культ тела. Это культ интеллекта. Поехали дальше. В Новом Завете апостол Павел сказал, что греки ищут мудрости. То есть этот дух Греции, он вдохновляет людей искать мудрости. Но, конечно же, не мудрости Божьей, но земной, душевной и бесовской мудрости. И Греция была наполнена земной, душевной и бесовской мудрости. Все мы прекрасно знаем этот греческий пантеон богов. Обширный. Где на каждый случай жизни был свой бог. Мы знаем, когда апостол Павел был в Афинах, и он смотрел, он возмущался по поводу всех этих идолов. Это дух Греции. Это также дух идолопоклонства. Все духи, они пропагандируют идолопоклонство. Но дух Греции особо пропагандирует идолопоклонство. Греки ищут мудрости. И мы знаем, что очень много так называемых греческих философов вышло из Греции. В книге также пророка Даниила, восьмой главе, мы видим борьбу овна и козла. И козел шел с запада. И потом Даниилу говорил, муж объясняет. И говорит, что этот косматый козел. Почему косматый? Волосатость. Кто был очень косматым? Исаф был очень косматым. Он был человек полей. Он не был привязан к одному месту. Он не был подчинен. Он был сам по себе. Козел олицетворяет бунт. Козел олицетворяет своеволие. Козел олицетворяет упрямость. Это упрямый, бунтарский, своевольный дух. Дух, Исаф был очень волосатым, что говорило о его звериной натуре. Поэтому здесь козел косматый. И этот косматый козел царь Греции. Дух Греции. Имеющий натуру зверя. И мы также знаем, что козел это не чистое животное было. Ну я имею ввиду. Описывалось. И мы также знаем, что символ козла, козьих рогов. Символ головы козла, богомет, бахомет и так далее. И символика эта используется в магии, оккультизме, колдовстве. Есть демоны и бесы, которые выглядят похоже, имеют козлиные головы, человеческие тела и козлиные ноги, так называемые сатиры. И слово еврейское сатр также олицетворяет косматых, которые будут скакать там. Косматые, волосатые. Это также греческий бог Пан. Бог природы и гомосексуализма. Поэтому будем смотреть дальше. Будем смотреть дальше, друзья мои. Исайя, 66 глава, в 19 стихе. Написано, что Господь призовет определенных личностей. Положит на них определенное знамение и пошлет их возвещать о своем имени. Можете сами почитать. В разные места. На дальние острова и в разные места. И там упоминается несколько мест. Там упоминается Тубал, что значит Турция. И там употребляется Яван. Яван. Так вот, Яван это Греция. На еврейском Греция это Яван. Йод, сила руки. Вав, соединять. И Нун, семя жизни. Или распространяющееся семя. То есть, Яван, Дух Явана, Дух Греции это Дух, который посредством силы руки соединяет и распространяет семя. В Захарии ключевое местописание для нас здесь. 9 глава 13 стих. Сказано, что Господь побудет войну, побуждает войну. И это война между сынами Сиона, сынами Яхве, сынами Бога и сыновьями, сынами Иония. И люди часто задают вопрос, кто такой Иония. Так вот, слово там стоит, сыновья, Явана. Яван это Греция. И то же самое слово, которое стоит в Исаии 66, 19, стоит там. То есть, будет война между сынами Сиона и сынами Греции. И, соответственно, Дух Божий, Духом Божиим, который правит на Сионе, и Духом Греции. И там сказано, сделаю тебя мечом, ротоборца, в этой битве. Что это за борьба? Это борьба идеологии. Это борьба образов. Это борьба мышлений. Это столкновение и борьба менталитетов. Вы знаете, что существует в жизни два основных вида мышления, рода мышления и менталитета. Еврейский и греческий. И большинство неспасенных язычников имеют так называемый греческий менталитет, подверженный влиянию Духу Греции. Мы не будем говорить о разнице между еврейским и греческим менталитетом. Очень много информации на эту тему можете посмотреть сами. Итак, Дух Греции. Один из главенствующих духов на земле. Это не значит, что Он правит и осуществляет свое внимание в Греции. Это одно из начальств и властей, и мироправителей Тьмы Векасева. Помните, когда Даниил взывает Господу 21 день? Кто борется с ангелом Гавриилом? Князь Персидский. Но потом Гавриил говорит, что когда я уйду, придет князь Греции. Князь Греции сменит князя Персидского. И имелось в виду не физических царей, а духовных начальств. Итак, давайте посмотрим также, что несет Дух Греции. Прежде всего, основная характеристика этого Духа – это гуманизм. Дух Греции – это Дух гуманизма. Что такое гуманизм? Человечность. Система построения человеческого общества, где высшей целостностью или цельностью является жизнь человека. где все материальные и нематериальные ресурсы направлены на то, чтобы сделать эту жизнь максимально комфортабельной и безопасной. То есть гуманизм пропагандирует комфорт и безопасность. Один философ и политик, Цицерон, описывает гуманизм таким образом, и он был греческий политик и философ. Гуманизм – это высшее, высшее, культурное и нравственное развитие человеческих способностей в эстетически законченную форму в сочетании с мягкостью и человечностью. Гуманизм – это все о человеке, о его форме, о его образе. Это обожествление человека, его образа и способностей. Это самососредоточение и эгоцентричность. Это все о человеке. В центре гуманизма стоит человек, а не Бог. Дух Греции обожествляет человека. Дух Греции – это дух идолопоклонства. И он также обожествляет природу, ну, скажем, творение. Приписывает божественные качества творению. Записываю тут. Хорошо. И что люди делают? Для чего? Чтобы люди поклонялись твари вместо Творца, который благословен вовеки. Этот дух атакует интеллект, разум, мышление. Через что? Через фокусировку на логические умозаключения, интеллектуализм, рационализм. Что такое интеллектуализм, рационализм и логические умозаключения, можете посмотреть сами эти термины. Но Господь в своем слове Исаия, 55 глава, говорит, «Мои мысли не ваши мысли, и мои пути не ваши пути». Этот дух пропагандирует человеческий образ мышления, который подвержен греху, беззаконию, пристрастием, извращением, который помрачен. Умствования человеческие помрачены грехом. Именно в уме находится дерево, в разуме находится дерево познания добра и зла, которое проросло там, по причине того, что мы вкусили водами и Еве от дерева познания добра и зла. Поэтому этот дух пропагандирует ложное познание, знание, человеческое знание. И это знание обожествляется. Этот дух все обожествляет, к чему прикасается. это человеческие начинания, человеческие программы, структуры, достижения и так далее. Человек стоит на пьедестале, увековечен. Дух Греции связан с одним из потомков Рифаимов, который имел шесть пальцев на руках и ногах, потому что шесть это число человеческое, шесть это число гуманизма. И кто убил этого Рифаима? его убил Иоаннафан. Иоаннафан значит данный Богом или дар Божий, или Бог дал. Все, что дает Бог, превосходит все человеческое. Именно все, что дает Бог, разрушает дух гуманизма. Греки также обожествляли человеческое тело, его формы. Они обожествляли спорт, спортивные достижения, олимпиады, на горе Олимп, там, где были Боги, сидели. Вот откуда это пошло. Пантеон Богов на горе Олимпе. И есть люди, которые обожествляют свои тела, любуются своими телами и обожествляют спорт. И это также относится к рабам селфи. Есть люди, как они любят себя фотографировать, как они любят фотографировать себя с другими, со всеми, везде. Они думают, что они такие важные и такие прямо главные, что все должны на них смотреть, на их фотографии. Есть такие люди, рабы селфи, и 20 минут не пройдет, чтобы себя не щелкнуть где-то. Это нездорово. Это люди, которые озабочены своим образом, своими формами, своими физическими состояниями и достижениями. И этого полно в христианстве. чего только в христианстве нет. И этот дух будет занят этим. Это дух, который также обожествляет искусство. Слово искусство имеет коренное слово искус, искушать, искушение. И греки обожествляли искусство, они обожествляли поэзию. Даже были богини определенные, которые были привязаны к определенным талантам, способностям в искусстве, поэтическим, музыкальным и так далее. И так и назывались музы, которые вдохновляли определенных личностей. воспроизводить что-то. Это также философия. От слова София мудрость это способность мудрствовать. И зачастую вопреки Богу. Бог не любит, чтобы люди мудрствовали. Он хочет, чтобы они размышляли, над его словом. Но в законе Господа воля его и о законе его размышляет он день и ночь. Мы размышляем о божественном слове, а не философствуем. Философствовать это земная мудрость, душевная и бесовская. в Греции в Греции были культы, где и храмы соответственно, где процветали сексуальные извращения. поэтому дух Греции косматый козел он также будет пропагандировать не только сексуальные, но всякого рода извращения, а также, конечно же, сексуальный разврат. В общих чертах я верю, мы осветили этот дух, о каждом из этих качеств можно составлять 50 проповедей и 100 учений. но в общем смысл ясен. Интересно, что мы служили здесь и очень долгое время, около 8-10 лет, я служил пастором черной церкви. Но я имею ввиду не церковь черная, а черные братья, африканцы с разных стран и регионов были в этой церкви. И у них основное это познание духовного мира, посвящение в духовный мир, в демонический духовный мир. и я заметил, что когда мы разрушали определенные вещи, и они отрекались определенных служений бесам, демонам, они очень легко освобождались и они очень легко исцелялись. И мы видели больше чудес и знамений, когда мы служили в этой церкви, чем тогда, когда мы служим белой части Африки, белым людям, где у многих твердыни, вот именно твердыни, которые насадил дух Греции, где интеллектуализм, рационализм, вот эти все логические мышления, образ мышления мешает принять чудеса, знамения исцеления и так далее. Поэтому мы столкнулись с тем, что намного сложнее и более редко мы видим сверхъестественное высвобождение среди белых людей в общем, среди черных. Это не значит, что этого нет и это невозможно. Но я понимаю, что есть определенные расовые вещи духовные, где та или иная раса находится под влиянием больше того или иного духа главенствующего. Поэтому делайте выводы сами. если что-либо из вышеперечисленного вы найдете себе отрекитесь, покайтесь и давайте противостоять этому духу и пусть все твердыни насажденные духом Греции будут разрушены во имя Ишуа из Назарета в нашем разуме. Чтобы пришло трансформация и преображение нашего разума. Чтобы наш разум был способен вмещать Божьи мысли. Благословений вам всем, дорогие. С Господом. Аминь.